Сибирь на проводе Вспоминаем Путина Владимира Владимировича, вспоминаем несколько лет назад совещание. В Краснодаре, видимо, считали, что уж там-то точно персики и абрикосы вырастят, но что-то импортозамечением затормозилось. Причин этого несколько. Я не говорю, что наши персики будут в каждом саду, в Сибирь и в Сибирь, но когда-то надо начинать. Мы и начали. Продолжение такое. Итак, где-то когда-то с одного семечка, с одной косточки, с черенка с одного, пошли целое семейство невиданных в Сибири сортов. Когда-то мой друг, единственный московский мой союзник, главный редактор журнала «Вестник садовода», видя, что недооценивает сибирских ученых, нет, ученых среди нас нет, сибирских садоводов-любителей, вот. Вот сибирские достижения обратился к московским ученым, авторитетным. Оказывается, к тому времени от слухи-то ходили, что в Сибири, а оно не должно расти в Сибири. Неукривные персики, огромные, роскошные абрикосы размером чуть не с кулак. Вот. И не глядя, не видя, не знакомясь со мной и с другими садоводами, вот, сложилось мнение, которое мне передал ребрик Руслан Алексеевич. Авторитетный человек, московский ученый считает Железова проходимцем. Вот так вот. Ну, а мы продолжаем. Я собрал вот эту папку. Это уже мои последователи. У меня свои ученики есть, да, друзья, самые настоящие ученики. Вот. И создал серию фильмов. Начинает это. Вот наш святой на небе, вот, который, скорее всего, там отвечает за садоводство. Но здесь у нас отношение к святым знаете какое. И вот я сейчас покажу вам. Я просто пролесну. Это чужие сады. Я неправильно назвал чужие. Другие сады. Но все это Железовское, 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 Железовское. А вот это еще, эти, огромное количество, вот здесь только сотня сделано в виде документа обвинительного, что 100 или 96, точнее, плодопитомников, интернет-магазинов представили моих фотографий. Вот они, вот они, вот они, вот они. Видели? Вот. И сейчас я, как уже раз-то показывал, вот это все уже растет в чужих садах. Редко-редко, когда теплицы, что-то один случай или два. И очень редко, когда прятали под снегом. А так, все это уже растет, как вот эта девушка говорит. Вот. Огромный урожай. Вот она сфотографирует. Вот. Интереснее только Сибирь. Вот это Волга. Мои персики, видите? Вот. И все это мы проходили. Я просто... Вы знаете, вот я начал, и все еще начинаю, и начинаю, это все начало. Вот. Как мне быть-то? Вы соскучитесь, пока все это будет мелькать, 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 мелькать. А может быть, так и надо? Ведь я же проходимец. А это уважаемые люди. Вот. Летчики, аптекари, пекари. Вот. Вот. Кого-то только нет. Трактористы, дальнобойщики из лучших, кстати. Почему-то дальнобойщики лучше всех. Вот. Строители, энергетики. Вы знаете, я сейчас еще пролистил только пятую часть. Готовы дальше смотреть? Это все из одного семечка, из одной, как правило, из одной косточки, из одной веточки, привитой на местные подвои. А кто умнее, тот на мои же подвои прививаясь. Параподвои вырастет. Видите? Вот. Вот это потом можно будет даже останавливать, и со всем этим познакомиться. Смотрите. Третью часть только показал. Вот мировой рекорд. То есть, рекорд среди моих клонов. Вот он, смотрите. Калининград. Видите? Вот. Пожалуйста. Учитель обогнал. Вот так чувствуют себя мои абрикосы в Калининграде. Укрупнились почти в два раза. Феноменально. Это же сенсация, а? Привет от Проходимца Железова. Ау, наука. А Путину я высылал свои книги, учебные диски. Думаю, хрукнет кулаком по стволу. Скажет, ну-ка, взялись. Хватит дурью маяться. Хватит заниматься скрещиванием сортов. Вот. Там нужно 30 лет работы, а по результату потом, как часто бывает, пшик. Я много общался. В том числе и с ГСУшниками. Вот. Горько. Только бумаги. Гора, родила, мышь. Представляете, как это звучит, когда... Для того, чтобы получить новый сорт, нужно взять и, внимание, нужно оскопить цветы. Вот. Вас бы самих бы, чтобы вы поняли, что даже цветок живой, и нельзя его оскоплять. Смотрите, я пролистнул где-то половину. Вот это мой сын. Вот это качественные, лучшие в России саженцы. Они не умирают. А магазины я называю, интернет-магазины саженцев, я знаете, как называю? Интернет-моргани. Они, если раньше хотя бы что-то приживалось, а потом умирали. На второй, третий год. Сейчас даже не просыпаются. Вот. Потоками идут такие письма. Вот это все вышло с моего сада. Опять персики. И все это разошлось по всей России. От Калининграда до Сахалина. Что интересно, крайне рекордные плоды получились именно в Калининграде и на Сахалине. Вот. То есть это говорит о том, что технология моя верна. Она бережливая. Не надо горбатиться. Не надо коричь деревья. Вот. Ну что, я устал. А мне еще половину листать. Может, хватит? Сейчас. Да, наверное, хватит. Давайте мы сейчас что сделаем? Значит, мы сейчас зайдем ко мне. Я приготовил отдельную тему. Вот так вот. Документы. Это мой архив. Теперь мы на букву П находим персики. Н, О, О, П. Персики. Смотрите. Мы уже проработали персики на Сахалине железо. Вот видите название? Вегетативная колония. Я не буду повторяться. Сейчас только я взял из чужого, из, ну, слово чужое какое-то некрасивое. Итак, Омская область. Давайте. Немножко пройдемся по ней. Сергей Макаров. Ваш персик Хасанский. Привит на терн. Черенок взят из сеянца. Этому третий год. Из сеянца. То есть он должен быть мелкий-мелкий. Как у меня уже давно. Вот. Город из Селькуль. Омская область. Сибирь. Вот. Теперь следующее письмо. Добрый день, Валерий Константинович. Если вы хотите выставить эти фото слушателям, то им необходимо знать подробное. О, поэтапности получения привитого персика Хасанский на подвойн терн. Из Хакасии. В данном случае из вашего сада. Все честно? Вот. Одна фотография пришла от него. И вот вторая пришла фотография. Вот. Родословная. Дело в том, что он чем хорош, почему я выделил в отдельный фильм. А не в общую кучу. Потому что он умудрился еще и свою технологию представить. Можно сказать. Свою, можно сказать. Нашу. Итак. Родословная. Костик из сада Железа. Саженец в Омской области. Саженец дал первые плоды. И от косточек получены новые саженцы. Понимаете, здесь так получилось. Он не мог или не смог, или как. Или я утерял. Фотографий-то было много. Вот. Повторяю. Саженец дал первые плоды. И от косточек получены новые саженцы. От них был взят лучший материал черенки. И вот это моя система Железа. Я вам рассказывал, что у меня есть статья, называется создание дешевого сада. И таким путем там идет параллельно, скажем, подвойные косточки, роскошные косточки. Потом не дождаясь полношей на второй год уже роскошных условно-культурных ветках переносится на дикие. И получается сад ревитый, морозостойкий. Только без гарантии, что если косточка была 100-граммовая, то перенесенная она в виде ветки на подвой, на морозостойкий, тоже будет 100-граммовая. А остальное все правильно. Смотрите, что получилось. Вот у Макарова получилось сажение, сдал первые плоды и от косточек получены новые саженцы. От них был взят лучший материал черенки. На первом этапе прививки приживаемость на терн очень низкая. Ну почти нулевая. На терн и персик почти нулевая. Но это уже успех. Ура, получен материал. Далее путем поэтапной, многократной перепрививки, вспоминаем наслоение ментора по железу, он мой ученик. Сеянца, она первый год терна. С первого на второй, со второго на третий. Сто процентный, мой ученик, сто процентный повторяет мое открытие. Я это называю новая, это новая селекция, вот, новая, которая должна дать результат. И вот что дальше. Терн одной кровью от одного дерева поросль и сеянца. Дело в том, когда я говорил, что, уточнял, что такое по железу наслоение ментора, одним из условий, по двое все должны быть родственники. Иначе расползется так, что качество последующих поколений. По двое все родственники. Теперь посмотрите, что пишет уважаемый Макаров. Терн одной кровью от одного дерева и поросль и сеянцы. В третьем поколении уже наблюдается хорошая преживаемость. В месте прививки нет разности диаметра, при вое и по двое. Состояние гладкое, четкое. При улучшенной капулировке не остается ран. «Эх, московский ученый, привет вам от…» «Атих, как он? Не мошенники? Нет, сейчас вспомню. Проходимца Железова и его ученика Проходимца Макарова. «Привет!» «Я вообще, знаете, как я делаю?» «Привет!» «Привет!» «Когда-нибудь мои ученики займут все, они молодые, которые 20 лет, 30 лет, 40 лет, вся эта молодежь займет места, как только это, у Путина появится. Не дошли до него, не давали ему помощники мою книгу сказать, да вот же выход-то, да вот же на импортозамещение. «Не, что вы, отправили, изучают, до сих пор изучают. Вот так вот, так что, привет, московские ученые, это я уже так, как-то есть такое слово, что скажу, ерничаю, ерничаю, привет от мошенников, а нет, мы не мошенники, мы проходимцы, да, Макаров Сергей. Итак, а значит, нет комедии течения, болячая скороплодность, привитая на третий год после прививки. Ваши плоды видел только на картинке, поэтому кусок качества сравнить не могу. У меня плоды на привитом персике хасанский, сладкий, немного спикантный, кислинкой. Размер плодов обычный, зависит от нагрузки на дерево. Поэтапная перепрививка, мое мнение, это как необходимость для получения биологически совместимого материала саженца. Привет, наука! Повторяйте за нами, у вас тоже будут персики. Я когда приехал в Москву, здорово согласился, меня пригласили на московскую международную конференцию. Вышел на трибун и начал критиковать науку. Думаю, ну это мой шанс, или пан, или пропал. Вы знаете, почему не было скандала? Почему это? Да потому что мне просто микрофон отключили. Видимо, я не первый такой. И там кнопка под столом. И тишина. Зал огромный, ничего не слышно. Вот. Вот это было. И ни хрена теперь до сих пор наука не знает, как можно это. Что такое настоящая селекция? 80 лет назад забыто. Когда-то этим занимался Мичурин. Из разных регионов, даже из соседских садов, привитые единожды выглядят не очень хорошо. Что, внимание, из разных регионов и даже из соседских садов, привитые единожды выглядят не очень хорошо по сравнению с поэтапно привитыми. То есть это превосходство моей технологии. Перепривитые трехкратно, обгоняют в росте, то есть 3 на слоене метра. И даже начинают плодоносить раньше по отношению к первым приобретенным питомниках. Нет, приобретенным, точка. Питомниках черенки берут всегда от маточных деревьев и прививают на привой разных кровей. А это не есть хорошо. Вот она наша школа. Он повторил все мое, и у него получилось. Я рассказал, это он пишет, о работе с привоем, но есть еще работа с подвоем. Внимание, она проста. Берем пороцы от привитых деревьев, выращиваем семена, несущие в себе гены данной культуры. Выращиваем подвой. Обязательное условие. Маточное дерево, отдающее семена на подвой, должно расти в вашем саду. Господи, прям моя фраза. Моя фраза звучит так. И подвой, и привой должны расти в одном саду. Вот. Вот это ученик. Ставлю 5. Я понимаю, что все вышесказанное вам давно известно и применено. Ну, естественно. Хотел подтвердить и поведать садоводам. Просто хочу, чтобы мои наблюдения дошли до садоводов-любителей, как повод для размышления. Конец. А-а-а. Конец-то не конец. А вот еще 20-й год, еще не так давно. Дедушка Макаров. Интересно. С уважением, дедушка Макаров. Сергей Макаров. Это опор Крово-Красный. В третьем поколении. Третье поколение уже. Третье. От вашего черенка. В третьем поколении. Это когда я трижды перевел на новый семенной подвой нашего разлива. Уважаемый Валерий Константинович, я благодарен вам и Богу за то, что когда-то прочел вашу статью в газете. Это еще не было интернета. Уже должны были это. Пригласить меня в Москву. Не выключить микрофон, а предоставить микрофон. Расширим заседание Академии наук. Уже бы вся страна этим занималась. А не я с Макаровым. Нынешнее лето мой сад затопило по колено. Вода стояла две недели, но нашему подвой, нашей дичке, она у нас стойка катаклизма, сад выжил. И на сегодня, в 2017 год, дал, как обычно, урожай и есть Бог на свете. Ну, все, какие калиброванные. О, красота какая. Вот оно, три поколения. Ну, сколько? Грамм 350-400. Красотища, да? Вот. А это, знаете, что? Это мои данные. А почему? Потому что я продаю черенки, я бесплатно распространяю технологию. Ну, кто хочет уже очень, тот может диски мои купить или книги. Но эти книги такие, что их в руках подержать. Это уже праздник. Кто имеет книги с моим автографом, они гордятся этим. Представляете, когда мне говорят? Беру вашу книгу в руки, у меня руки трясутся. Эта энергия от книг такая моя. Вот так, друзья, заканчивается этот недолгий разговор. Праздник на душе. Подарок для меня невероятный. А мы, так как у меня обычно, я привык делать последние годы полчасовые фильмы, да? То я тогда сейчас покажу вам свои персики. Конечно, ему еще пока до меня далеко. Но верный путь идет, товарищ. Он меня обгонит. Почему? Ну, наверное, и Сыскульский район примерно по климату как мой. Вот. Может быть, он больше внимания персикам уделяет. Я так, поскольку, поскольку, так, балосо. И вот это мой сайт. Посмотрели? Видите, да? Посмотрите внимательно. Каталог семян, семечков. Видите вот эту вот фотографию? Полсотни плодопитомников интернет-магазинов. Эта же фотография, только без этого логотипа, светится на их. Светится на их сайтах. Представляете? Наглость, подлость, предательство. Название вот этого фотографии дали другое. Она теперь уже не Хасанский. А он теперь уже оказывается этот самый персик-сибиряк. А слово сибиряк. Ага, значит, в Сибири рос, значит, он будет моростойкий. И вот эти вот южные, с Молдавии, замерзнут все до единого. С Польши, с Сербии, вот, со Средней Азии. Все это замерзнет сто процентов. А назвали в сибиряке, и мою фотографию представляют. И все. И вроде честно, ведь действительно фотография-то из Сибири. Ну, это так, я отвлекся. Смотрите, фотогалерею. Давайте поищем персики. Ага, вот это персик. О-о-о. Похож на персик? Похож на персик? Смотрим дальше. Вот. Самое интересное, вот это абрикос Королевский, да? У него интересное родословное. Я не доверяю Википедии то, что сейчас пишут. Там столько дерьма и столько лжи. Но даже всю вегетативную гибридизацию, вы понимаете, если Википедия, то энциклопедия та же самая для простых людей. И вдруг, наберите слово вегетативной гибридизации. Лженаука. А вот это все, смотрите, это и есть все они вегетативные гибриды. Это вам, друзья, я волнуюсь немножко, вам приснилось это. Ущипайте себя, щипайте, щипайте, щипайте. Ну, до синяков. Сейчас все это исчезет. И вы проснетесь. А? Вы понимаете, на какой заднице сейчас это те, кто меня критиковал и называл проходимцем? А вот это еще раз. В старых справочниках написано. Абрикос Королевский является сеянцем. А нет, первое. Абрикос Королевский, в скобках, Франция, ладно. Добралась до Сибири, Франция. А в другом справочнике было написано, мне так приятно было. Абрикос Королевский является сеянцем персика. Нет, сеянцем абрикоса персикового. Видите, куда мы забрались? Вот. И вот он. Мы ищем персики, персики, персики. У нас еще мы можем спокойно поговорить несколько минут, потом он сам отключится этот самый. Ну, естественно, это не персик. Нет, что вы, это просто абрикос, который уже можно спутать с персиком. Так, ладно, пойдем дальше. Люблю хвастаться. Было бы чем. Было бы чем, было бы чем. Вот, кстати, у Фаины тоже кровь. А этого самого французского абрикоса. Вот. Заметно, не заметно, но это уже второй вопрос. Вот. Ну и где вы мои персики? Ага, пожалуйста. Видите, если бы не было здесь фотографии моего внука Тимоши, вот. Даже вот этот логотип никого бы не остановил. Они обычно отрезают логотип и присваивают фотографии. Так вот, спасибо хоть Тимошу тут. Значит, уже правда. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше, пойдем дальше. Я вам еще покажу персики. Ага. Кажется, кажется персик, да. Вот он, железок. Видите, все честно. Вот. Дальше пойдем. А это что такое? Персик. О, опять железок. Эй! Наука, привет от проходимца. Большой, большой привет. Ну, конечно, пропускает, тут не везде видно. Не, а вот это видно. Вот он еще один. Ладно. Ну, это все та же только. А вот это уже серьезнее. Эта девушка является журналистом Красноярской газеты. Вот. Как она гордо сказала, это губернская газета. Это не шутки. Вот. В ней была статья про этот персик. Как видите, никакого обмана. Это вам не интернет-магазин. Мы сегодня про персик говорим. Персики неукрывные. Да, страдает от морона страшно. Но, как правильно подметил Сергей Макаров, каждое поколение следующее все крепче и крепче. Вот. Ну, где мои персики? Эй, ау. Тут пропускаю, тороплюсь. Пропускаю, тороплюсь. Тут у меня абрикос-то хрен от персиков отточил. А сколько из этих фотографий украдено? И там уже логотип. Сады Урала. Я пишу статью о мне, а не про... Самое крупное издание, российское. Приходит ответ. Извините, Валерий Федорович, мы не можем публиковать вашу статью. Не можем. Как, почему? А вы фотографии присвоили. Ай-да-да-да-да-да. Вот, любимейшая фотография из тех, которые у меня украли. А потом, раз свой логотип, я она уже не моя. И меня. Я получился почти что этим. Почти правдопроходимцем. Вот. Ну что, посмотрели? Вот еще персики. Вот они. Вот эту фотографию много украли. А, вот она фотография. Смотрите. Фото 2. Персик майский на маньжурском абрикосе. Ну что? Чья фотография? Чей архив? Сколько украли, невероятно. Жаль, в наше время истекает. Я не могу вам показать, как я их находил, свои фотографии в этом, в интернете. И в чужих этих. Здорово. Ой, как здорово. Ну, они, да, мелкие. Почти у всех моих учеников персики крупнее. Чуть попадает более теплые края. Все. Сразу укропняется. Все. Друзья, в наше время истекло. Значит, где мы были? Где мы были? А, сейчас найдем, где мы были. Вот это вот. Есть мои данные. Смотрите. Обращайтесь за черенками. Осталось черенков-то. О, из десяток. Вот. Косточками. Еще вчера косточки. Уже продавал по 10, потом по 5. Теперь у меня распусовка по 3. И вот тут при этом достанется. Сегодня 7 декабря. В несколько дней кончатся персики. Косточки персиков. Но будем дружить. Все равно когда-то и у вас будут персиковые сады. Если вы растете абрикосы, многие заслуживают внимания персиковый абрикос. На основе абрикоса королевского появились у меня такие клоны. Ой, жалко, времени-то не осталось. Ой, жалко, времени-то не осталось. Ой, жалко, 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 жалко. Не успею. Сейчас отключится. Сейчас отключится. Ну-ка, быстрее, 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 быстрее. Осталась одна минута. Вот. Осталась одна минута. Осталась одна минута. Вот они. Вот. Смотрите. Ладно, не предостанется вам в этом году персиков. Заранее говорю. А это что? Я почти уверен, что в этих плодах моих, это мой сад, это моя помощница, моя ученица, даром что аспирантка, что из ученой среды, единственная, которая снизошла до меня. Вот. Я их назвал супер. Супер Королевский. Супер Бай. Супер Серафим. Супер Мичуринец. 102 грамма. В три раза увеличил. Вот вам и настроение ментора. Такие перспективы гигантские. Я уже давно заработал эту самую. Видели те фотографии? Они были сделаны 5, 8, 10 лет назад. Уже 10 лет назад, как я сделал открытие, заработал Нобелевскую премию. Ну, неужели вот науке не стыдно? Ну, почему мы всегда? Опять американцам, блядь. Опять американцам. Опять американцам. Вот она, Нобелевская премия. Вот она, вот она, вот она. 110 грамм. Вот она, вот она, вот она. О, вот она, вот она. Продолжение следует...